Не знаю, то ли погода действует, то ли успехи украинской армии на востоке нашей страны, где вооруженные силы, национальная гвардия, все украинские силовики дают достойный отпор, более того, идут в хорошем наступлении, с хорошим темпом и освобождают районы Донбасса от агрессора. На тех троллей, которые появляются в нашей стране, прежде всего в информационных и интернет-сетях, но, скорее всего, так оно и есть. Именно с успехами украинцев, украинской армии я это все связываю. Потому что, делайте выводы сами. Например, в социальной сети Facebook россияне создали фейковую страницу пресс-центра антитеррористической операции. Об этом заявляет информационный департамент Рады национальной безопасности и обороны Украины. Я могу сослаться на своего коллегу, военного журналиста Андрея Лысенко, который говорит о том, что фейковая страница таки появилась, она один к одному, создана российскими спецслужбами. Чтобы вы понимали, отличить настоящую страницу пресс-службы АТО от фейкового можно по наличию у наших англоязычной версии. Я так понимаю, что россиянам непривычно и довольно трудно общаться на английском, уж тем более переводить что-то для Запада или Соединенных Штатов, для пользователей оттуда. Вот они только на русском языке страничку и создали. И еще информация из этой же серии. Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко подвергся такой же хакерской атаке 29 июля. Но специалисты госпецсвязи в лице пресс-секретаря Виталия Кукса заявляют, что атака была мощной, но сайт президента, как и других органов власти, выстоял и защищен. Кстати, вот эту атаку на себя взяла некая организация российская, которая называет себя Киберберкутом. Ребята, тренируйтесь, вам еще много чего делать. Ну и наш фронт Донбасс, Одесское измерение, начинает потихонечку троллить. Значит, все у нас получается, значит, действительно говорим правду о Донбассе и показываем наше одесское видение того, что происходит на востоке страны. И боевики продолжают обстрел жилых районов Донецка, Горловки и Луганска. Вот буквально несколько минут назад об этом заявил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Тема АТО, тема общественной безопасности, участия в этой общественной безопасности подразделений самообороны, в том числе и Одесской, будем общаться с нашим гостем прямого эфира. Человек, которого я не только очень давно знаю, но и с которым я этим горжусь, удалось плечом к плечу стоять на различных мероприятиях. Артем Филипенко, здравствуйте. У него такое красивое название должности, но я с удовольствием произнесу. Он руководитель регионального филиала Национального института стратегических исследований. Вот так. Говорят, что интеллигенция не принимала участь по Диехно-Майдане, че зараз на стоить на обороне нашей державы. Политический эксперт, независимый эксперт, так как его знают не только в Украине, но и за пределами нашего государства. Прежде всего, сопредельных некоторых. Ну да, есть такое. Вот такие сообщения приходят на нашу информационную ленту, Артем. Но с этого хочу начинать. Есть у меня коллега и товарищ, тоже военный журналист, Константин Садилов. Сейчас он трудится при службе президента Украины. И вот буквально пару дней назад Костя подал такую, на мой взгляд, очень хорошую, шикарную, как говорят в Одессе, идею. Он привел факт того, как наши многие воинские части носят название в честь тех или иных побед армейских соединений в годы Великой Отечественной войны. Ну чего далеко ходить. Вот есть Варшавская, Одесская, наша бригада ПВО раньше была, да, теперь Воздушные силы Украины, недалеко отсюда находится. Не буду называть, но все и так. Хотя и так знают. Хотя и все и так знают. И предложил, а почему бы, и вполне вероятно, на его взгляд, а я поддержал его довольно-таки искренне, что со временем могут появиться в названиях наших частей соединений, Насгвардии, МВД, понятно, вооруженных сил, такие названия, как Должанская, Извардия. Дебальцевская. Да, ну Саурмогила может не так, но Дебальцевская, Горловская и так далее. Не кажется ли тебе, что может быть мы чуть-чуть тут как-то переиграем все-таки? Или это действительно то, что мы сегодня ощущаем, то, к чему мы, слава богу, пришли? Я думаю, что мы не переиграем. Здесь это вполне нормальный процесс. Да, мы переживаем сегодня довольно-таки сложный процесс становления армии. Очень жесткий процесс, потому что, к сожалению, платить за это приходится жизнями, жизнями молодых ребят. Вот, но этот процесс армии идет одновременно с процессом становления нации, потому что, в принципе, как бы, ну, Украина до сих пор, это была все-таки как, ну, все равно во многом сохранялась те самые черты Украинско-Советско-Социалистической Республики. То есть, в конечном счете, мы жили по определенной инерции, мы получили независимость без борьбы, мы получили ее без крови, мы этим гордились. Сегодня мы отстаиваем свою независимость, и это значит, что в этой стране должны появляться новые герои, должны появляться новые символы, должны появляться новые смыслы. То есть, сегодня эта война рождает новых героев. Конечно, было бы, желательно было бы, чтобы их, конечно, было больше и живых, и здоровых, и нераненых, но это нормальный процесс. Мы так или иначе рвем сегодня, фактически полностью с тем прошлым, которое у нас было. И появление таких названий, появление названий в частях, не знаю, именные, знамена и многое-многое другое, то, что, в принципе, является нормальным атрибутом армии, любой армии, которая существует там, скажем, в государстве, это абсолютно нормальный процесс. Без этого мы не отойдем от прошлого. Понятное дело, что современная нынешняя армия, она далеко не совершенна. Мы слышим очень много обвинений по поводу коррупции в тылу, по поводу воровства в тылу. И сегодня многое говорится о том, что сегодня волонтеры делают зачастую больше, чем, скажем так, тыловики. Я не буду говорить, наверное, негативно о тыловиках, не знаю, но в любом случае волонтеры делают больше, чем делает государство в плане обеспечения армией. То есть в данном случае вот тот знаменитый лозунг, как бы там, советских времен, народ и армия едины, сегодня он действительно реален. Сегодня действительно наполняется теми смыслами, о которых ты говоришь. Кстати, я не знаю почему, но именно к нашему эфиру подгадали с такой информацией. Я не знаю, ты в курсе или нет, я прежде всего к нашим телезрителям обращаюсь. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины, генерал Муженко, сегодня, это уже второй раз за новейшую историю нашей страны, высокопоставленный чиновник в военной форме, генерал, лично, лично повел войска на прорыв на одном из самых тяжелых участков Восточного фронта. Сел командирский танк со своим позывным и повел ребят. Но такие примеры, они, конечно же, они, конечно же, не только наполняют смыслом то, чем мы занимаемся все вместе. Здесь люди в тылу и на передовой, но и нашу новейшую историю. Кстати, а вот много было споров о том, что вот эти добровольческие отряды, самообороны, они после Майдана разбредутся, расшатаются, будут заниматься там непонятно чем. Вплоть до фейковых сообщений, там чуть ли не ОПГ какие-то создаются, да? Но, как видим мы, именно вот эти отряды, эти подразделения в основе своей сегодня выполняют боевые задачи. Кстати, что с нашей Одесской самообороной? Я знаю, ты принимал самое активное участие в становлении, в реформировании. Ну и сегодня тоже этим занимаешься. Ну, во-первых, в субботу, прошедшую субботу, прошел первый сбор самообороны Одесской области. Там было и Кодома, Котовск, Беляевка, Ведеополь, Белгородистровск. Насколько известно, есть зачатки самообороны в других районах Одесской области. А, это более южные, которые считаются проблемами. Не все, к сожалению, южные, там, понятное дело, в силу специфики регионов. Ну, первое, что я могу сказать, конкретно, то есть атмосфера была настолько, ну, то, что называется, доброжелательной и настолько, ну, скажем так, конструктивной. Да, да, пришли, презентовали, каждая представила себя, каждая самооборона рассказала об опыте. А опыту каждой самообороны в районах есть, просто, ну, есть, там, кажется, всегда специфика областной центр. Например, районы это немного, там, вроде как второстепенно. Тем не менее, там, Белгородистровская область, та же самая Беляевка, это пограничная область, та же самая Белгородистровская область. Там было много и кровь сдавали для раненых, и взаимодействие с пограничниками, в частности, в вопросах охраны государственной границы, это очень важный вопрос. И достаточно широкая активная, скажем так, общественная активность. Ну, мы, скажем так, выделили там три основных ключевых направления, по которым, собственно, работает самооборона. Это, безусловно, первое, это, ну, то, что называется, там, скажем, силовое направление, воинская подготовка, потому что, ну, сейчас уже, например, из самообороны Одессы порядка 10 человек или ушло, уехало в зону АТО в составе разных подразделений, либо готовится отправиться. То есть, в принципе, самооборона стала какой-то системой резервом для этих кадров. Причем не только Одесска, ну, многое, и Киевская самооборона точно так же. Ну, мы столкнулись с тем, что, к сожалению, ну, вот выросло вот это поколение, там, где-то буквально там с 20 до 40, 45, да, которые просто не держали в руках оружие. Вообще не знают, как с ним обращаться. Вообще не имеют никакой военной подготовки, воинско-учетной специальности. То есть, эта система подготовки кадров для армии была фактически развалена. Вот. Насколько я знаю, сейчас в рамках, там, бывшего ДОСААФ, там, сейчас товары со спроения обороны Украины, там будет планироваться создание управления, содействия территориальной обороны. И это будет, в том числе, там, скажем так, планироваться создание, там, сети таких учебно-методических центров, которые будут, в частности, готовить и по воинским специальностям. Ну, в принципе, раньше ДОСААФ этим занималась, сейчас, там, во многом уже ДОСААФ, роль ДОСААФ в том классическом виде исчезла. Второе, это, безусловно, общественная активность, потому что мы остаемся все-таки гражданскими людьми, мы гражданские активисты. Это поддержка, то есть борьба против коррупции, чиновничества и много другого, всех вот этих негативных появлений, потому что, будем говорить честно, все, что происходит на Востоке, сегодня будет бессмысленно, если мы не изменим страну здесь, изнутри, если мы не сумеем преодолеть, потому что, если мы хотим построить новую страну, мы должны устранить коррупцию. Ну, де-факто, то, о чем мы говорим сейчас в социальных сетях, сегодня у Украины два фронта, один внешний, восточный, второй внутренний, и делить тот главнее или тот, они оба главные. Ну, там просто вопросов в жесткости борьбы, как бы, и средства, которые применяются. Да, там война такая, которая поддержана тяжелой артиллерией, стрельковым оружием, здесь она тоже сложная, но, правда, без таких вот жертв. Более того, в этой войне, на самом деле, как бы, очень важный момент, это информационная составляющая. Почему? Потому что, ну, опять же, это обсуждалось на тех же сборах самообороны, о том, что, ну, каждый самооборонец, это сегодня не только, как бы, там, боец, да, который готов защитить, ну, защитить те же самые акции, там, принять участие, но и агитатор. То есть, должно быть информационная составляющая, потому что этим, к сожалению, со стороны государства очень мало занимается. Я знаю, это, скажем, доводилось говорить с тем же самым Донецком, там, с людьми в Донецке знакомыми, которые говорят, ну, к сожалению, да, и сейчас, даже при условиях военных действий, никто не работает с гражданским населением, очень слабо работает гражданским населением. И здесь, в тылу, здесь точно так же необходима работа, просто объяснение того, что, почему пагубен сепаратизм, зачем он, каким последствиям он может привести. Да, Донбасс стал прививкой для многих, которые поняли, что, к сожалению, ну, то есть, это реальные жертвы, реальные бои. То есть, представить себе, например, вот, хотя бы на минуту Одессу, которую, там, обстреливают танки на улицах города и наши исторические, да, там, здания, которые, там, вокруг которых идут бои. То есть, это просто представить себе нереально. Это с одной стороны. С другой стороны, в принципе, есть еще какая-то часть людей, которые почему-то надеются о том, что, подыграв сепаратистам, они каким-то образом, или, там, организовал какую-нибудь, там, очередную Одесскую Народную Республику, они почему-то получили какие-то привилегии. Вот, или какие-то привилегии. У них возбуждено, которые перешли на сторону, фактически, ну, реально, нашего врага. То есть, перешли на службу России. То есть, изменили присяги, данные присяги, присяги, данные народу Украины. В любых случаях, это, насколько я помню, это уголовное преступление. Ну, да, это не присяга царю-батюшке, если происходила там смена. Ну, даже царя-батюшку, так царя-батюшку вначале убрали, просто царь-батюшка исчез, как таковой. Это раз. То же самое касается и, скажем так, там, различного рода народных депутатов, которые поддерживают сепаратистов. Представьте себе, что в условиях, скажем, войны с Россией у нас продолжает там... Мы платим, получается, своих налогов, которые, наверное, можно было бы использовать с какой-то другой целью. Мы платим, оплачиваем зарплату людям, которые либо стояли у истоков этой войны, либо кто-то, вполне возможно, еще и продолжает ее поддерживать. Ты затронул один вопрос, который... Ну, я, в принципе, не то, что не планировал поднимать, но, тем не менее, эту тему... Хочу остановиться на ней. Это информационная составляющая той ситуации, которая сегодня есть в стране и вокруг Украины. Смотри, вот даже на примере Одессы. Ну, понятное дело, Майдан поддержали не все средства массовой информации. Но самое страшное, на мой взгляд, и самое непрофессиональное... Пусть даже меня сейчас попытается кто-то обвинить в неком там ура-патриотизме. Не отреагирую. Я о другом. Сейчас в условиях войны, ну, очень мало, на мой взгляд, все-таки, именно вот такой наступательной смысловой нагрузки из наших СМИ, электронных, прежде всего, я говорю о телевизоре, да, в сторону населения, каких-то объяснений, аргументированных, прежде всего, то, чего мы не успели, на самом деле, сделать с Крымом, да, как его присоединяли, что отдали украинцы в замену и так далее, и тому подобное. Ты очень многих журналистов знаешь. Я думаю, что для тебя тоже стало откровением поведение некоторых. Можно ли их после этого назвать журналистами? Потому что, в принципе, мы знаем, основная задача журналиста — быть выше над схваткой и объективно освещать события. Тем не менее, может ли сегодня журналист позволить себе патриотизм? Вот как-то вот так. Может, безусловно, потому что он гражданин этой страны. Другое дело, скажем так, вопрос в том, является ли он там, ну, просто как бы становится на сторону. По большому счету, выполняет функции штатного пропагандиста, потому что такими вопросами, как пропаганда, агитация, все-таки должны заниматься специализированные структуры. Журналисты в этом контексте могут... Был такой Селиванов, да, он в разведуправлении этим и занимался в Одесском военном округе. Якобы, у него, насколько я помню, была специализация по борьбе с вероятным противником. Абсолютно верно. Казалось, что вероятный противник — это как раз был собственный народ. Да. Вот. И журналист может и должен быть патриотом. Мы знаем прекрасно даже из опыта и прошлых там войн, что, да, журналисты не раз и не два, скажем, играли важную консолидирующую роль. Почему? Да, там, понятное дело, что есть специфика военной журналистки, понятное дело, что есть цензура, понятное дело, что есть там какие-то ограничения на информацию. И это оправдано, потому что любая газета — это источник информации. Нельзя противнику выдавать информацию, нельзя противнику выдавать информацию о настроениях и многом другом. В особый период действуют особые правила. И для журналистов в том числе действуют особые правила. Да, мы должны говорить о тех язвах, которые сегодня, скажем так, на теле, которые есть на теле нашей армии, надо говорить откровенно о коррупции, надо говорить откровенно о взяточничестве, надо говорить откровенно о том, о всех препятствиях, которые чинятся в помощи армии. Об этом надо говорить, о тех проблемах, которые есть, потому что без этого мы не изменим себя, мы не изменим армию, потому что армия это все-таки, извините, это очень сложный, это действительно очень сложный механизм. Слишком долго наша армия, ну хорошо, что не воевала, но тем не менее она была частью, она была зеркалом, точно так же своего рода зеркалом нашей страны, насколько господствовала коррупция в государственной системе, настолько же она господствовала и в армии. И, к сожалению, продолжает существовать, потому что в любом случае наша, та война, которая сейчас ведется на Востоке, это революционная война, это надо понимать, это мы во многом отстаиваем интересы революции, если мы вспомним историю, то это и французскую революцию можно вспомнить, и английскую революцию, и многие другие. Необходимо менять общество, в этом задача журналистов сегодня, не в обслуживании, наверное, все-таки интересов власти, мучих, не в защите, не в лакировке, не во всем прочем, а именно в том, чтобы все-таки вскрывать язвы, которые есть. Это правильно ты сказал о том, что война в тылу, это фронт в тылу, второй фронт, это не важно. Я именно тебе задаю этот вопрос, потому что сегодня, ну, мало у нас государственных СМИ, да, практически не осталось, кроме там, если брать телевидение, это областные государственные телерадиокомпании, ты долгое время работал в государственных органах власти на региональном уровне, очень достойно, я не комплимент, а просто оцениваю по факту. И сегодня мы прекрасно понимаем, что именно государственная машина, пусть пропаганды, да, не говорим только об информационном обеспечении, она не дотягивает до тех стандартов, до тех вызовов, которые сегодня нам предъявило время. То есть вот эти одиночные какие-то всплески противостояния информационного, там, информационное сопротивление Тымчука, да, там, какие-то еще структуры, мы тут где-то что-то на местах планируем и пытаемся сделать. Тем не менее, почему не работает государственная машина, или все-таки она тоже вот учится с колес и набирается опыта? Она тоже учится с колес, она тоже набирается опыта, почему? Потому что, ну, давайте так, если говорите бы информационной войне, то в составе вооруженных сил целого ряда армий существуют специальные подразделения, которые занимаются информационной войной. То есть у нас, ну, я, во всяком случае, не слышал о существовании у нас какого-то такого особого подразделения, которое бы занималось подобного рода. Ну, более того, еще там, несколько лет назад нас разогнали практически всю военную прессу. Еще один, еще один, как бы там, еще один момент, который, потому что военная пресса, это тоже один из элементов информационной войны. И в государстве нет информационной политики, опять же, нет ее, то есть какие-то концепции, когда-то что-то писалось. В итоге, там, скажем, тема русского мира, вот я могу сказать, что Национальный институт стратегических исследований, мои киевские коллеги только недавно смогли издать, подготовить и издать аналитический доклад, касаемый концепции русского мира, где они четко показали механизмы, по которым действует русский мир. Все моменты продвижения этой идеологии русского мира. Что, никто не знал о том, что есть русский мир, никто не знал, не осознавал те угрозы, которые несет в себе эта концепция? Да, осознавали, только никто не собирался противостоять ему. И сегодня, пока что, это информационное сопротивление, да, это дело рук одиночек, волонтеров, групп, которые тоже учатся на самом деле, которые учатся всему, потому что сегодняшняя информационная война, это не только телевидение, радио, газета, газета даже, наверное, отходит во многом на второй план, это огромное сетевое пространство. Это необходимо бороться не только здесь, это необходимо бороться на, скажем так, на поле европейских стран. Почему Россия существует? Россия, правильно, она создала англоязычный канал, а Украины англоязычного канала нет, мы не дошли до этого. Только где-то в сентябре пытаются запустить вроде бы какую-то версию уже, да. Опять же, какое качество будет этого всего? Уже опаздываем в любом случае. У нас есть телефонный звонок, добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два конкретных вопроса. Постарайтесь, пожалуйста, на них ответить. Что делать с инструкцией, выложенной в республике господина Кевалова, с инструкцией, в которой он рассказывает, как должен себя вести новобранец, который решает, дастся войскам Малоруссии. Что делать с заявлениями господина Труханова, который сказал, что он отпустит город Банденовцев? Справят ли самообороны Одессы с тем, что у отцу, так называемого, в городе явно пророссийские взгляды? Это правда, вы знаете, из этого никуда не идутся. Попробуйте, пожалуйста, ответить. Спасибо за вопрос. Хорошо, вопрос конкретный. Насколько я просто помню, там, скрин со страницы господина Кевалова, это кто-то ему скинул, там, как бы, вот эту инструкцию по ведению Новороссии. Это уже, извините, позиция Сергея Васильевича удалять или не удалять данный пост, если он его оставил, значит, либо претензии лично к нему, либо тому, кто ведет эту страницу. Значит, это в любом случае определенная позиция. Вот, это, во-первых. То, что касается заявления мэра Одессы, ну, да, прошли выборы, это выборы одесситов. Вот, никуда мы от этого не денемся. Задача, этот вопрос даже не в том, справится ли не справится самооборона. На самом деле, для того, чтобы самооборона справилась с этим, к примеру, даже, вот, не только самооборона, но и гражданское общество, необходимо, чтобы, извините, на акции и пикеты выходило, там, не 100 человек под ту же самую мэрию, а выходило тысяча. Выходило 5 тысяч, как это было, там, 10 тысяч, как это было на маршах мира. Извините, вы хотите, чтобы, скажем, 100 человек, попробуем, могли изменить всю ситуацию? Только непосредственным участием людей мы можем изменить, можем оказывать давление на власть. Когда было, действительно, скажем, там, пик гражданской активности, в Одессе выходило 5-10 тысяч человек. Это была огромная, это действительно огромная толпа, и ты, например, видишь. Сегодня выходит 100, 150, 200 человек. Но это, по сравнению с предыдущими, это ничтожно мало. Поэтому, если у вас есть своя гражданская позиция, если у вас есть настрой заставить власть меняться, заставить власть работать, то никто за вас эту работу не сделает, никто за вас эту работу не сделает, никто не будет здесь сейчас пока бегать, захватывать кабинет или многое другое. Вот только массовым давлением, только массовым участием людей мы вместе можем что-то изменить. Потому что мы прекрасно понимаем, что можно устать от войны, это все вполне понятно, но ее надо выиграть. И в любом случае, хотим мы этого или нет, чтобы сохранить государство, себя, в конце концов, и Одессу нашу любимую. Потому что, вы поймите, борьба не только за Донбасс сегодня, за Одессу идет. Также можно устать от власти, мы устаем, но на нее надо давить, надо ее контролировать только так, личным участием, никак иначе. Если говорить о самообороне, пожалуйста, сейчас немного поменялись телефоны, будет меняться место дислокации самообороны. Вступайте, есть в социальных сетях, есть отдельная страничка самообороны Одессы. Можно зайти, увидеть, написать, вам ответят, как, где, чего, вступить. Потому что, да, люди от нас уходят, уходят на фронт. Кто-то остается здесь по разным причинам, кто-то у кого-то здоровье, у кого-то, скажем так, какие-то другие обстоятельства, у кого-то возраст даже есть. Потому что люди у нас разного возраста есть. Вступайте, вступайте в ряды, готовьтесь, учитесь, принимайте участие в акциях. Только личное участие, согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, я очень понимаю, что сейчас все для войны, все для фронта, это понятно. Но у меня очень-очень-очень болен сын, все самое худшее. Уже ему вы подали на социальную помощь, ему там уже вроде подписана эта помощь. Но три месяца, никто, конечно, говорит, денег нет. Скажите, пожалуйста, что мы будем заниматься только войной? Социальной поддержкой никакое государство не будет оказывать? Мы так нуждаемся, крайне нуждаемся. Вы понимаете, как он болит? Что? Помощь. Пожалуйста, скажите, никакой социальной поддержкой государства, Одесса, вы, кто, кому, хоть того, а руки снимай, как говорила моя бабушка, не будет заниматься? Пожалуйста, ответьте. Ну, давайте, да, на уровне государства, ну, давай, Артем, отвечать. Да, я в данном случае отвечать за государство не могу. Да, часть какая-то социальных программ сейчас заморожена, это надо понимать. Что-то урезано, и об этом говорит правительство. Что-то урезано, к сожалению, да, и об этом откровенно говорит правительство. Кроме того, там из-за войны идет значительное недопоступление в бюджет. Я думаю, что все-таки вот то, что касается там наиболее, как это, социально вразливых, там, да, там, как по-украински, групп населения, в том числе, там, и больных, и тяжело от больных. Я думаю, что все-таки государство должно сохранить эту систему социальной поддержки. Просто наверняка все, что связано здесь, это все-таки проблемы временного характера. Проблемы временного характера, и многие, все-таки многие социальные программы, те, которые есть, да, мне потребуются изменения, потребуются сокращения, но я думаю, что многие социальные программы надо оставить. Я вообще, честно говоря, я понимаю всю сложность экономической ситуации, но до сих пор, насколько мне известно, пенсии выплачиваются в полном объеме и регулярно, то есть по срокам-то ничего не изменилось. Ну и я еще могу сказать одно, что когда мы жалуемся на то, что у нас плохая наполняемость бюджета, извините, как бы, как бы, за пять месяцев прошло, ну, наверное, в условиях, хорошо, как, управляемость государством сохранили, и тем не менее никаких реформ не осуществляется. Различного рода коррупционные схемы, благодаря которым миллиарды, миллионы гривен уходят из бюджета, уходят в карман кому-то, они, к сожалению, сохранились. И пока не перекроем все эти схемы, или хотя бы минимизируем их. С личным участием каждого все равно мы возвращаемся к этому тезису. Если конкретно об этой ситуации, позвоните нам после эфира, оставьте свои координаты, постараемся разобраться и вам помочь, по крайней мере, как минимум разобраться в ситуации, какая социальная помощь нужна, по какой социальной программе и насколько это все действительно правда. Не поленитесь, позвоните нам по тому же телефону уже после эфира. Мы заканчиваем наш эфир, но задам вопрос, который, в принципе, наверное, в начале хотел программы. Советник министра обороны Данилюк заявил о том, что вполне вероятно, что в ближайшие дни там какое-то вторжение из Приднестровья. Ну, есть такая вероятность. Давайте говорить, что же на самом деле происходит. Ну, скажем так, вторжение из Приднестровья мы ждем уже, наверное, на протяжении последних трех или четырех месяцев и будем откровенно говорить, что момент для вторжения уже упущен. Почему? Потому что уже прошла мобилизация и в городе достаточное количество сил. И к тому же сейчас и РО вроется, как говорится, и многое другое. С другой стороны, со стороны Приднестровья, ну, осуществляется активная разведывательная диверсия. Разведывательная диверсия так 100%. Мы видим, что и у премьера ДНР стал господин Антьюфеев. Вчера говорили об этом в студии, да. Стал господин Антьюфеев, что, собственно, показывает, что как бы, что Приднестровье, что Донбасс это часть одной большой системы. Проект Новороссии, да. Одного большого проекта, который только растянулся на 23 года. Вот. Все-таки хотел бы во многом, наверное, успокоить о том, что, думаю, что Украина будет достаточно сил для того, чтобы сдержать. Да и руководство Приднестровья особо не хочет, как бы, там, войны. Потому что само Приднестровье зависит и от импорта, и от экспорта из Украины. Чем-то мне это напомнило о поведении японцев в годы Великой Отечественной войны. Тогда тоже удержали, пик этот прошел. И чем закончилось для японцев и для фашистов, тоже хорошо знаю. Ну, бдительность нужна. Нужна эта терапия? Спасибо, Артем Филипенко был гостем нашей программы. Увидимся через 10 минут в этой студии Андрей Юсов. Будем говорить о досрочных выборах в Верховную Раду. Ну, и, конечно же, тема АТО. То, что болит, за что переживаю. Спасибо огромное. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова